так что же там за 90 псалом я мне попалась на фейсбуке эти сайты где эти ведьмы и ведьмаки и в общем они себя там кто гуру на за кто добрый ведьмы это все сатанинские люди которые работают на на сатану и они вам очень сильно улыбаются вообще не такие эти вот такие могут быть добрые с виду с виду с виду казаться знаете что они вытворяют я такого вообще не видела они берут например всякие там заклятие так далее дают вам и говорят 90 псалом вот допустим у вас есть какая-то болезнь или что или там у вашего ребенка берите 90 псалом там берите яйца выкатываетесь 90 псалом то есть сбрасывайте там болезнь туда сюда за деньги в общем такое количество быть крафтинга причем онлайн причем она очень популярная от этого если люди не избавятся это будет полная катастрофа особенно это коснулась женщин а мужчин тоже потому что мужчины не обращали внимание или не обращать внимание что жена этим занимается занималась этим последняя жена моего отца она уже все может лечь вот эти проклятия народ допустим отца если они были если они жили вместе она знала какие-то вещи допустим или она могла принести вещи от если он мой отец я просто говорю к чему я тяну к чему тяну очищаться от всего этого что они делают они используют божье слово они используют псалмы вот этот вот 90 псалом который я вам рассказала что возьмите несколько перевода в библии разные почитайте сравнить если вы знаете украинский если вы знаете старославянский если вы знаете русский сравните ищите суть самых слов потому что потому что болезни нам даны не просто так смотрите если моя мать же моя мать же обвиняла что мой брат покойный царство ему небесное он сам инновация болезни а я так не считаю я абсолютно так не считаю и заблокировала она а меня когда я сказала что вот она работает на сатану со своими быть крафтингом потому что она говорит я же добрая я уже это вот посмотрите на красоту а там на деревьев на листочке это вот а вы посмотрите на сущность вообще что она говорит как она говорит и что она вообще творить своей вот этим обручальным кольцом которая она получила от первого еще мужа которая ходит везде по привозу и вот эти моды женщины которые там продукты допустим сделали сметанку и так далее она видите ли проверяет хорошая то еда или плохая вы представляете абсолютно извращается сущность господь и через библию говорит в новом завете что чтобы вы не взяли помолитесь и господь осветит вашу еду чтобы вы не взяли чтобы вам там чтобы вы не купили чтобы не принесли вот надо у господа просить не у людей которые знаете вот идут и и исцеляют так сказать люди которые вот допустим монахи в церквях и люди там батюшки а в церкви они же просто смотрите они это не делают не не вот не своей силой они себе ничего не приписывают и библия четко говорит что владычествуете знаете над там животными присмыкающимся но не болезнями а смотрите когда апостолы иоанн и иоаков когда они разозлились на самаритян они иисусу христу сказали использую свою силу и порази их и иисус христос ответил вообще не понимаете о чем вы говорите то есть они уже видели что он может эти чудеса совершать но иисус христос пришел чтобы спасти абсолютно всех и он на дождь посылает и на праведных и на неправедных если срывать вот эти вот болезни свои собственными усилиями человек все может человек все что человек может что человек может он может остановить ветер он может остановить грозу он может он может создать что что он может создать он может он Может, много, но когда он залазит туда, что ему не доверили, у него получается wicked mind. А у меня именно, смотрите, я с этим всем расплачивалась, расплачивалась. Смотрите, я же в 2000 году у меня какой-то вот был пик, пик кульминационный. Не просто там какие-то, знаете, гуру какого-то местного разлива, или шарлатаны, или вот эти вот, ну там, знаете, какие-то ведьмики маленького масштаба. Ко мне же припёрся тот, который заявлял, что он там сам дьявол, то есть вот такой вот уже размах. И он излечивал, видите, я в кавычках говорю, излечивал, я говорю за Смирнова, излечивал прям ДЦП, вот такие вот болезни, излечивал. И он мне говорил, что он очень добрый, потому что он вот эту вот черноту пропускает через себя. Хотя, если, говорит, другие вот эти вот колдуны и так далее, они это собирают, вот они в яйца, да, вот собирают там в яйца, они там спорят. О, яйца от курицы, это вот за родышем, не за родышем. Я вообще в таком шоке, когда эти сайты посмотрела. Они при этом используют Библию, они при этом используют 90-е, особенно Псалом у них, знаете, вот такой вот Псалом. Псалом, они насыпляют на себя черную одежду, типа, знаете, замаскировываются под священников. Там люди, которые попадают под их влияние, черная какая-то одежда, какие-то цепи, типа. Ну, посмотрите, что у них. У них не крест, у них не православный крест, у них вообще кто они, что они? Они работники сатаны, или шарлатаны, или работники сатаны. Сатана очень сильно говорит, ой, не обращайте внимания, нам религия не нужна, у нас вера, вера, вера. А нам что говорят, а Библия говорит? Вспомните, и бесы веруют, и трепещут. Бесы веруют и трепещут, смотрите, куда вас ведут. Смотрите, свою голову включайте, не лезьте в болезни. Вчера меня поразило, вообще, как мне понравилось, я читала одну статью, и там, значит, не, я слушала один рассказ, один рассказ и аудио. И там такая фраза, в общем, там был один мужчина, который начал свою жизнь с плохих выборов, в общем, у него было тяжёлое детство, в общем, очень бедное, потом он стал, пошёл эти вот, стал по головам ходить, денег много зарабатывать, а потом у него единственная дочка ушла в монастырь, и единственная за которой, и он пытался её вызволить из монастыря, и в конце концов, значит, там всё очень интересно получилось, в конце концов, он сам, в самом конце, ну, там девушка, она вернулась-таки домой, она вышла замуж, всё, там у них, она вышла за порядочного очень, за христианина, всё, а в конце концов, этот отец, он покался и стал отцом Сергием, то есть он сам ушёл в монастырь, и к нему очень много людей обращалось, и, например, женщины приходили и вот говорили там, выходить мне замуж, там, не выходить замуж, он говорит, ну, так, ну, знаете, вот, и какие советы, так вот, один из советов, как он мне понравился, там, выходи, значит, может твоей душе, вот, и нужно пострадать, вот, в таком плане, для чистоты твоей души, может, и нужно пострадать, вот, и смотрите, у меня же вся трагедия, да, что я была совершеннолетней, и вот моя мать считала, что я влюбляюсь не в тех, вот, представляете, она считала, что я влюбляюсь не в тех, а я пыталась, я не знала, как ей, знаете, вот, объяснить, что это вообще-то моя жизнь, в кого хочу, в того и влюбляюсь, вот, вот, и влюбляюсь не в того, и это, и это затянулось на целых 50 лет, а вы думаете, это потому что, вот, смотрите, я считаю, что это вот именно проклятие, проклятие родовые, именно из-за того, что она полезла с самого начала в секты, в секты, то есть она не проповедовала, вернее, она проповедовала, но не жила тем, что проповедует, абсолютно не жила, у неё раздвоение личности, знаете, а как люди, вот, как увидеть то раздвоение личности, есть ли раздвоение, не знаю, Бог вам в помощь, может, вам и нужно, знаете, вот, именно влюбляться не в тех, чтобы пострадать, чтобы оно было лучше для вашей души, мне так полегчало вчера, я подумала, а может быть, мне, знаете, вот именно, вот, судьба у меня такая была, я-то выбирала всё время любовь, вот, любовь-морковь, и, может, и надо было мне пострадать, может, и надо было пройти мне через все те болезни, знаете, и самое интересное, вот эта вот фраза, сейчас же вот я замужем, вот я 14 лет замужем за американским мужем, для него шок, что он считает, что он меня спас, я говорю, отчего ты меня спас, меня нельзя спасти, потому что ты не можешь спасти, и я ему говорю, ты не можешь меня сделать счастливой, потому что ты меня уже взял счастливой, если мне что-то не нравится, что ты меня оскорбляешь, унижаешь, лишаешь меня вот моего выбора, моего пути, я говорю, мне не нужен скульптор, ну не нужен мне скульптор, вот честно, Живите и дайте жить другим Вот Если моей матери Смотрите, получилось Она поубивала всех своих детей А теперь единственная оставшаяся Ну, я имею в виду аборты А теперь единственная оставшаяся Вот знаете, исковеркала жизнь Из-за того, что и там не любишь Если бы она, знаете, не поубивала всех тех остальных А эти души, они же живые Души живые А я еще расскажу, что потом случилось Вот, во-первых Это сила Это Господь Это не я, это Господь И то, что я могу сейчас Знаете, вот по ледяному полу Просто ходить И Господь же со мной Вот я все время думаю Господь же со мной Если Господь со мной, а что мне страшно И я вон отдала свой ночник Вообще, вот там, Даниил Он его забрал в бильярдную И теперь мне не нужен ни ночник Ничего Я сплю в абсолютной этой вот И пока еще не получилось проверить Нет ли у меня больше страха в темноты Но то, что я пережила 19 февраля Это был ужас Как будто меня закопали живой Вот я знаю физически Что вот у меня муж здесь спит И это даже не помогло Испытать тот жуткий страх Как будто в меня Или вот смерть вошла Или дьявол вошел Господь попустил Но это было Это было настолько жутко Настолько страшно И прячусь я только вот за Господом Только прилепляться к Господу Вот Господь не оставляй меня Пресвятая Богородица Спаси и сохрани армию святых Вот Поэтому я Да, я очень боюсь Дьявола и его армии Но еще больше я боюсь вот Господа Который Вот чтобы он меня не оставил Субтитры сделал DimaTorzok